С самого утра на пляже в парке имени Льва Толстого множество людей. Купаются, загорают, играют в волейбол. А маленькая Злата строит настоящий аквапарк. Скоро на месте этой кучи песка будет горка с бассейном для любимых игрушек. Тут очень хороший песочек, тут такая вода прохладная, вообще меня не вытащишь никогда отсюда. Это реально, это нереально, как круто тут. Тут еще круче, чем на море. Семья Копыловых отдыхает здесь каждые выходные. Пляж в парке давно стал их любимым местом досуга. Чтобы провести время на природе, не обязательно выезжать за пределы города. Чистый и оборудованный пляж расположен в пешей доступности от дома. Не в каждом городе такие условия есть, а здесь еще присловие того, что хороший песок, который не жгет ноги. И реально волейбольная сетка рядом. Поиграть в волейбол с ребятами, особенно когда выдается маленький уголок времени, когда вы работаете круглыми неделями, месяцами. Это вообще классно, конечно. Сейчас вообще очень классно, приятно. Как на море. Да, песочек классно. А все потому, что песочек этот почти как на Сейшельских островах. Белый, кварцевый, на ощупь мягкий. Именно такое мы привыкли видеть на красивых открытках. С начала купального сезона новый песок на пляж в парке имени Льва Толстого засыпали дважды. Всего около 200 тонн. Скоро добавят еще 50. По поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева, все пляжи в Подмосковье должны быть обновлены белым кварцевым песком. Он считается одним из самых чистых и безопасных для отдыхающих. Очень нравится. Очень-очень. Комфорт посетители обеспечивают всеми способами. Сначала аномально жаркой погоды на пляже ежедневно дежурят волонтеры. Бесплатно раздают людям воду. Мы слышали, что это только в метро бывает. Оказывается, у нас в парке тоже. Очень приятно. Впрочем, заботятся в парке не только о досуге, но и о здоровье горожан. Возле ДК Родина расположился мобильный пункт вакцинации против COVID-19. Чтобы не стоять в длинных очередях в поликлиниках, отдыхающие могут сделать прививку и продолжить прогулку. Мобильный прививочный пункт здесь развернули уже в третий раз. Парк имени Льва Толстого посетил Дмитрий Волошин. Глава городского округа осмотрел пляж и поручил в кратчайшие сроки дооборудовать зону отдыха. По его словам, необходимо вдвое увеличить количество лежаков на пляже и установить зонтики, расширить игровую зону для детей. Дмитрий Волошин пообщался с посетителями пляжа и напрямую узнал, каких изменений хотелось бы им самим. Очень много отдыхающих. И хотелось бы, чтобы, конечно, и там можно было бы отдыхать. Мы там хотим зону для занятий йоги и сделать. А неравнодушные к активному образу жизни химчане попросили главу городского округа организовать бадминтонный турнир, как только наладится эпидемиологическая обстановка в стране. Мы хотели бы турнир провести. Сто, сто пять человек мы собрали. А это парк «Экоберег» на Левом берегу. Ежедневно здесь отдыхают сотни жителей микрорайона. В парке можно прогуляться и прокатиться на велосипеде. Для этого здесь есть специально оборудованные велодорожки. Глава Дмитрий Волошин посетил микрорайон Левобережный и прогулялся по местному пляжу. По словам главы администрации городского округа, в приоритете сегодня расширение зон отдыха у воды. Людям это нужно. Продлить больше, расширить место больше, больше шезлонгов, инфраструктуру взбивать. Также глава Дмитрий Волошин обратил внимание на благоустройство прилегающей территории. У нас есть, допустим, сквоз, да, мы видим сейчас. Его нужно тоже благоустраивать. Или там камнем его выложить. Или посадить рулонный газон. Ну, то есть как-то это не должно быть какая-то такая разорванная территория. В ближайшее время глава администрации округа поручил исправить все недочеты. Дмитрий Волошин обещал проследить за выполнением работ и вернуться на городские пляжи с проверкой. Редактор субтитров А.Семкин